Музыка Хожу как на праздник с удовольствием. Это, можно сказать, второй дом. Один со мной, второй, третий, четвертый. Там еще в китайском у меня есть тоже два станка. Там пружинки навеваю. Разные пружинки. Такие, такие. Диаметры проволоки разные. Все идет на станках. На этом станке эти пружинки. Еще там несколько видов делают. Владимир Карагодин работает на заводе НВА с августа 1979 года. Поступил фрезеровщиком. Одновременно осваивал и другие профессии. Сейчас специалист широкого профиля. Трудится с полной отдачей сил, не боясь взяться даже за самые сложные задания. Он любит свой коллектив и это взаимно. Черкесский завод низковольтной аппаратуры был создан в 1959 году. Первой продукцией завода были барабанные переключатели, кнопки управления. Конструкторские и технологические подразделения предприятия постоянно работают над расширением выпускаемой номенклатуры изделий, улучшением их эксплуатационных характеристик. Но время диктует свои правила. Надо меняться. Необходима импортозаменяемая продукция для развития производства. Давайте подумаем вместе с Минпромом. Потому что, я так понимаю, это узкое направление, которое нужно просто понять, кто у вас запрашивает аналог или что-то, где неокр какой-то нужен. Что они способны сделать. Словно говоря, им задание дать. Они сами ничего не сделают, если без задания. Может им его начертить, показать. И что на их станочном парке можно произвести. Допустим, какое-то исследование. В конце 50-х годов на базе законсервированного строительства канатного завода было принято решение о строительстве завода резиновых технических изделий. Высокое качество, доступные цены и выгодные условия для клиентов были залогом успешного ведения бизнеса. На сегодняшний день завод не работает на полную силу. Хотя производственные мощности позволяют. Рынок сбыта диктует новые правила на более современном оборудовании. А по факту работают на старом. Поэтому соответствовать рынку не получается, из-за чего и возникла острая необходимость в инвестициях. Нас включили в производители автокомпонентов. Наше предприятие. И чтобы соответствовать тому уровню производства автокомпонентов на машины, сегодня нужны современные машины. Оборудование современного договора заключили непосредственно с поставщиками. С привлечением или, как говорится, с поставкой нового оборудования будут новые кадры. Инвестиции – это не цель, а средство. Задача одна – реанимировать предприятие и вывести его на новый уровень развития, отметил Сергей Гукев. С точки зрения планов и ниши, которые вы видите, дальше уходить в замещаемую продукцию, если это замещаемая, или в разработку какой-то новой линейки номенклатуры? Вообще у нас в планах мы, как производители автокомпонентов, от нас и включили в производители автокомпонентов. Мы хотели бы импортозамещение заниматься. Участники рабочей группы провели обследование предприятий разных сфер деятельности. Следующий объект – производство бутилированной воды «Архизоригинал». Предприятие занимается выпуском безалкогольных напитков, минеральных воды и прочих питьевых вод в бутылках. Если говорить о коллективе, то он дружный. Зарплата устраивает, день в день выдают. 20 лет работы говорит о многом, сказал сотрудник предприятия Борис Гагуев. 15 лет работаем, 15 лет отдыхаем. График через два. Два работаем, два отдыхаем. Соцпакет есть? Есть, все нормально. Операционный директор предприятия «Архизоригинал» Сергей Ермоленко провел экскурсию по предприятию. Рассказал о том, насколько выпускаемая продукция востребована и что нужно для увеличения ее объемов. И, конечно, в первую очередь обеспечения, техническая поддержка и импортозамещение. С оборудованием здесь не свежим. Надо же расти, а за счет чего расти? В настоящее время выпускают порядка 60 миллионов бутылок различных формаций в год. Это не стопроцентная загрузка предприятия, отметил Сергей Ермоленко. Руководство предприятия проводит работу над развитием рынка и его расширением. Для того, чтобы производственная программа была заполнена в любой сезон. «Безусловно, мы надеемся, от проведенной нашей короткой встречи, что результат будет положительный. Основные задачи, которые стоят перед нами, как производители бутилированной воды, которые узнаваемы во всей Российской Федерации, это обеспечение технической поддержки и импортозамещение. То, что мы очень-то много говорим, но отрасль работает по накатанной, но проблемы возникают, и все зависит от необходимости, быстроты решения. То есть нам необходимо в Российской Федерации начать все-таки производить оборудование, предназначенное для бутилирования производства воды, для того, чтобы решить проблемы с замещением уже устаревшего импортного оборудования. Потому что в соответствии с пакетом санкций, которые приняты нашими недружественными партнерами, в соответствии с этим мы ощущаем достаточно серьезные и реальные проблемы, плюс двух-трехкратное удорожание самих комплектующих и запасных частей. Это основной аспект, который обсуждали при сегодняшней встрече». Рабочая группа навестила и самое старинное предприятие – завод «Холодмаш». Ему накануне исполнилось 100 лет. Он был важной частью промышленности региона и остается таковой до сих пор, продолжая быть одним из лидирующих предприятий в области холодильного машиностроения в стране. Сегодня завод производит продукцию, которая пользуется спросом в различных отраслях, включая оборонный комплекс. «На данном этапе мы делаем для электродвигателей ротора. Это черновая, конечно, вся обработка. Потом пойдет шлифовка, шлифовальность на станке». Но это, конечно, скромность Виталия Лебедева. Работа за станком, как и любая другая, ответственна и сложна. Не каждый рискнет трудиться на нем. Нужно внимание и качественное выполнение работ. Коллектив настроен на позитив. Каждый знает свои обязанности. Слажная работа приносит результат. Но предприятия необходимо реанимировать и развивать. Без вложений это будет трудно сделать. Не оставили без внимания площади завода «Древейс». Может быть, часть площадей кому-то интересно региональными предприятиями занять, если не воссоздавать, скажем так, основное производство. По заинтересованности есть у предприятий, да, и у региональных, и обращаются и с федерацией предприятия для размещения. Сейчас смотрим производство тары, овощей, плодовощной, все, культура. Отдельно смотрим размещение мелкогабаритной коммунальной техники. То есть, естественно, это будет не один, да, и несколько будет потребителей комплекса имущественного. А те потенциальные резиденты, которых вы давали, они насколько готовы тоже? Правительство Карачаева-Черкесии видит возможность в наращивании производственных мощностей в представленных предприятиях. Напомним, что в целях стимулирования импортозамещающих производств и развития реального сектора экономики 2023 год объявлен главой республики Рашидом Тимрезовым годом развития промышленности в Карачаевой Черкесии. Вы знаете, этот год объявлен главой республики годом развития промышленности. Все силы и вся активность кидается на то, чтобы развивать именно промышленный сектор. Вместе с тем, любые инвестиции нам интересны, потому что это неизменно сказывается на экономике и, как следствие, на благосостояние наших граждан. В этот же день совместно с рабочей группой состоялось совещание. Оно прошло с председателем правительства Карачаева-Черкесии Муратом Аргуновым. Результат взаимодействия рабочей группы с представителями организации позволит решить поставленные вопросы. Для этого делегация провела обширную экскурсию по предприятиям, которые есть в регионе. На данных предприятиях работают 7 тысяч человек, отметил Мурат Аргунов. Затем поблагодарил представителями на эконом-развитии России за создание рабочей группы. Она позволит перезапустить эти предприятия с учетом всех нюансов. Уже с вами обсуждали ряд шагов, которые позволят поэтапно подойти перезапуску, перезагрузке этих предприятий, в том числе и использование тех мощностей площадей, которые у них есть под новое производство или реконструкции действующих производств. Так что со стороны региона мы полностью готовы. Тем более мы в этом году совместно с Минпромторгом России готовим план развития по отрасли промышленности. Мы уже его подписали, но есть доработки там у нас, насколько я знаю. Затем Мурат Аргунов выразил надежду, что представленные предприятия найдут положительные решения как в экономике нашей республики, так и в целом по стране. По итогу рабочая группа осталась довольна от экскурсии по предприятиям. По каждому из них состоялся конструктивный разговор от собственников. Сложилось такое впечатление, что здесь все заинтересованы и по-настоящему горят своим делом, отметил Игорь Хроновский. Поэтому и впечатление положительное. Конечно, остается достаточно проблем, которые надо решить, добавил он. Это не инспекция, не проверка, а именно вопрос поиска решений, некого коллективного мозгового штурма. Каким образом либо вписать в новые реалии экономики предприятия с неполной загрузкой, где-то даже простаивающие или, в принципе, неплохо работающие, но имеющие потенциал дополнительного роста. И, соответственно, вовлечь в эту работу дополнительные институты развития, кредитно-финансовые организации, федеральные органы власти, которые в том или ином виде заинтересованы или должны быть заинтересованы в этой работе и таким коллективным способом прийти к какому-то согласованному рецепту, если можно так сказать, дальнейшей работы. В ходе совещания Игорь Харановский подтвердил уникальные инвестиционные возможности Корчаева-Черкесии и оценил проводимую по этой части работу, которая показала готовность субъекта привлечь новые инвестиции и улучшить условия для бизнеса. Мы хотели бы сегодня предложить, чтобы положить в основу протокола. И дальше, здесь могу тоже уже достаточно открыто сказать, в рамках нашей модернизации инвестиционного блока, в том числе корпорации «Кавказыров». Эта работа по предприятиям округа станет одной из составляющих на ближайшую перспективу работы корпорации в части помощи как консалтингового агентства, будем это так называть, как института развития, который будет помогать доводить до начала инвестиционной фазы или поиску каких-то методологических решений, да или в целом просто помощи инициаторам проектов доводить до мер поддержки, которые необходимы совместно с регионом. По итогам встречи были обозначены ключевые моменты, по которым уже даны поручения. И поставлены задачи руководителям профильных ведомств составить детальный план развития каждого предприятия. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Корчаева, Черкесия.